Привет! На этой неделе Роскосмос отчитался о том, что ракета Союз вывела на орбиту британские спутники OneWeb, которые нужны для создания единого интернет-покрытия по всему земному шару. И это при том, что еще недавно на круглом столе о российском интернет-суверенитете эти спутники предлагали просто сбивать ракетами, а то, не дай бог, россияне смогут через них пользоваться телеграммом. Хотя одно другому не мешает. Возможно, Россия нашла идеальный способ заработать. Сначала запускаешь спутники в космос, потом их сбиваешь и запускаешь новые. И так, пока у западных стран не закончатся деньги, и они не сдадут тебе свои города. Но пока за рубежом балуются со всякими игрушками, Россия решила совершить технологический рывок и построить во Владивостоке самую большую в мире статую Иисуса Христа, в два раза больше, чем в Рио-де-Жанейро. Это строительство непосредственно входит в список важнейших национальных проектов, потому что, дорогие россияне, нам надо признать, мы проигрываем Иисусью гонку. Даже в Польше есть огромная статуя Иисуса Христа, и если мы не начнем заниматься этой проблемой прямо сейчас, мы безнадежно отстанем от всего цивилизованного мира. Это важнейший проект, ведь Господь наблюдает за нами прямо из космоса, и у кого больше статуи Иисуса, того он больше и любит. Ибо сказано в Писании в последние дни, оживут статуи Иисуса на всем белом свете, и будет в конце их великая битва. И чей Иисус будет больше, сильнее, и чей в итоге победит, те в Раи попадут. А они просто сдохнут. И у российского Иисуса есть все шансы на победу. Во-первых, рост и весовая категория. А во-вторых, бразильский Иисус уже раскрылся, поэтому нашего стоит построить сразу в стойке, чтобы первым движением он отправил бразильского в нокаут. Кстати, в польскую статую вмонтировали передатчик, и она раздает интернет. Наша статуя будет раздавать приговоры по 148-й статье. К тому же, если Иисус получится по-настоящему большим, то никакой интернет с британских спутников России не страшен. Все вражеские спутники, пролетая над Россией, будут просто врезаться в Иисуса. Так наша вера победит вражеские технологии. Кто же придумал поставить здесь статую? Оказывается, это духовник патриарха Кирилла, отец Ильи. И тут у меня к отцу Ильи возникает вопрос. А вы точно духовник? Потому что в православной традиции вообще-то мы как бы памятники Иисусу не ставим. Из чего возникла такая идея? Непонятно. Интересно, что чего-нибудь поставить на этом месте хотят уже давно. В 1972 году тут и на соседней Орлиной сопке планировали построить такие же огромные статуи Ленина и Сталина, которые должны были встречать корабли примерно так. И очень жаль, что так и не построили, потому что сейчас пришлось бы просто немного переделать, и у нас бы был единственный в мире Иисус в кепке. Господь бы такое точно не пропустил. Губернатор Приморского края Олег Кожемяка, кстати, очень заинтересован проектом строительства. Прямо пришел на место стройки, бумажки с умным видом вертел, советы раздавал. То, что касается храма, может, как таковой храм и не нужен. Здесь делать просто часовню, хорошую часовню. А здесь храм на 100 человек, он маленький. Ну, небольшую сделать, не надо, потому что... Строительство будет идти вроде как на деньги частных инвесторов, но тогда не совсем понятно, при чем тут губернатор, который говорит инвесторам, какой храм куда ставите, сколько человек он должен вмещать. Кажется, без денег государство здесь все-таки не обойдется. Но на самом деле для губернатора главное проложить туда дорогу, причем очень плохую, чтобы ее постоянно нужно было ремонтировать. Минэкономразвитие предложил оценивать работу губернаторов по количеству ремонтных работ на дорогах. За каждый ремонт им будут начислять специальные баллы. По этой системе скоро дороги в России будут выглядеть так, потому что главное же не качество, а количество. А еще эти баллы в специальном приложении можно будет обменять на бюллетени, которые бюджетники вкинут за тебя на выборах. Вот это я понимаю технологии, это вам не спутники запускать. Такая неделя, такие новости. С вами была Марина Мизинова. Подписывайтесь на наш канал, а также, пожалуйста, не забывайте нам ставить лайки под роликом. Спасибо, что смотрите нас. Всем пока, увидимся через неделю. Субтитры сделал DimaTorzok